Здравствуйте, дорогие друзья! Нахожусь сейчас, может быть, немножко в разобранном усталом виде, но это приятная усталость, потому что сегодня начались генеральные прогоны моего сольного концерна, который пройдет 9 ноября. И этот видеоролик я решила сделать не для красного сладца, для того, чтобы заработать себе лайки, или чтобы еще больше людей вдруг неожиданно узнало, кто такое Марина Девятова. Я просто хотела немножечко рассказать, что эмоционально испытываю, и поделиться с вами, потому что, как бы мы ни хотели, но, конечно, для артиста самое главное, наверное, это иметь возможность сольные выступать, делать сольные концерты, сольные программы. И, может быть, это звучит странно, но да, за 15 лет своей творческой деятельности я впервые выхожу с большим живым составом. И это не просто состав, это и странно симфонический, он же одновременно духовой и также народный оркестр, глобалис. Конечно, переживаю, конечно, нервничаю, и мысли разные посещают, как оно все будет, как воспримет публика, как аудитория, придет ли она. И поэтому, конечно, обычно спрашивают, чем этот концерт будет отличаться от предыдущих. Но в первую очередь я повторюсь тем, что на сцене будет невероятное количество музыкантов, людей профессиональных, которые будут играть разную музыку, как фольклор, как ретро, так и нашу с вами любимую эстраду. Также вместе со мной на сцене будут находиться вокалисты. Это замечательный коллектив, родня, которые любезно согласились помочь мне реализовать свою мечту, а это моя мечта, выступать с оркестром и дать такой сольный концерт. Ребята много уже времени потратили на изучение материала, много-много репетировали отдельно. И вот сегодня у нас такой произошел творческий экстаз, творческое соитие. Также со мной на сцене будет мой неизменный имперский балет «Ярдэнс», который также в своей жизни, может быть, кто-то и впервые, я думаю, из ребят будут работать под живой состав. Вы знаете, порой иногда кажется это просто выйти и станцевать. А вот человеческий фактор, я всегда о нем говорю, что его, к сожалению, никуда не деть. Поэтому репетиционный процесс, он занимает большое количество времени. Поэтому, конечно, все мы стараемся отшлифовать. Не так все просто. Кто-то немножко не знаком со стилями, кто-то немножко не подготовился. Но, естественно, результат должен быть идеальным, потому что я по природе своей перфекционист. И поэтому была бы у меня возможность, я бы, наверное, научилась играть на барабанах, и на бас-гитаре, и на перкуссии, господи, и на скрипках, и на бубнах. И даже на жилейках. Но в том-то, наверное, и дело, что здесь командная работа, и я надеюсь очень с вашими молитвами у меня все получится, и команда моя меня не подведет. Поэтому хотелось бы еще разок всех пригласить, всех моих поклонников, всех почитателей народного творчества, всех-всех, кто хочет просто послушать хорошую музыку, пригласить 9 ноября, это воскресенье, выходной, в 19.00, в театр эстрады. Я думаю, что я вас не разочарую, я думаю, что те, кто знал и знаком с творчеством моим, я надеюсь, что чем-то я смогу вас удивить. Может быть, кто-то просто придет также познакомиться с такой артисткой, как Марина Девятова. Так что я хочу сказать огромное всем спасибо, и в первую очередь, конечно, своим поклонникам, своим форумчанам. Ребята, спасибо огромное за то, что вы есть, за то, что вы дружите между собой. Я знаю, к сожалению, не так часто у меня получается поддерживать общение. Я все читаю, я все отслеживаю. Знаете, моя рука всегда на пульсе. Спасибо огромное, конечно, моим поклонникам, которые поддерживают меня. И у меня для того, чтобы их радовать, есть огромная мотивация прогрессировать, расти. И, может быть, как бы это громко не звучало, служить народному творчеству, народной песне. Еще разок хочется всем пожелать хорошего настроения, счастья, здоровья. Не болейте, сейчас очень опасный сезон вирусы. Так что есть имбирь с лимоном, это вам поможет точно. Говорила я, Марина Девятова. Всем удачи, хорошего. Говорила я, Марина Девятова. 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 Продолжение следует...